Монетизация льгот. Мы много лет ставим этот вопрос, потому что это нам осталось все от советской власти. Это все мешает правильно регулировать финансы. Дорогой орган Государственной Думы 5 миллиардов рублей в год и можно сэкономить 20 процентов. Один миллиард. Почти 20 лет мы существуем. 20 миллиардов. Коту под хвост. Потом мы удивляемся, что на что-то не хватает денег. То же самое с Федерацией. Уже 40 миллиардов. Это сколько можно построить дорог, жилья и так далее. И так по всем остальным направлениям. В чем смысл монетизации льгот? То есть мы гражданам монетизировали их. Были недовольны. Но в последнее время все-таки большинство граждан почувствовали, что выгоднее живые деньги, поскольку бесплатные лекарства, рецепты почти не действуют. И в том числе не все они желают ехать в санаторий по путевке. Даже в советское время я сам ездил по их путевкам. Горит путевка. Не хочет он ехать. Помню, ездил в Литва, грязи, курорт. Дружский НКАЙ. Или в Сочи. То есть не хочет он. Он больной человек, пожилой. Куда-то тащиться. Поэтому лучше деньгами, конечно. Депутаты. У нас кроме зарплаты все в виде льгот. По безналу. Проезд. В любое время по стране, всеми видами транспорта. Кроме таксу. И никаких ограничений. То есть депутат может вообще не вылезать с самолета. Всю страну объезжать, все бесплатно. И самые дорогие самолеты. Потому что Госдума заключает соглашение с перевозчиком. И он вздувает цены. Зная, что депутат платит не свои деньги. Значит, впустую деньги тратятся. Депутат не заинтересован в экономии. Все бесплатно. Телефон. Бесплатно. Слушайте вы. Телефон дается бесплатно. И неограниченное количество звонков. Жилье. Бесплатно. Но в одном и том же доме. Куда ему укажут. За границу. Бесплатно. К чему это приводит? Значит, он ездит по стране. Столько, сколько ему надо. Куда угодно. Когда хочет. Друг позвал. Там теща. Поминки. Свадьба. Полетел. Машина. Транспорт бесплатный. За границей. Берет на максимальный срок. Мероприятие два дня. Он уезжает за два дня. Возвращается через два дня. И тоже все это, как говорится, гостиница оплачивается. Я это первый раз заприметил на иностранцах. Думаю, депутат, что он приехал и уезжает сразу? А он считает. Он лишнюю ночь в гостинице, что он будет тратить деньги. То есть у них все это в виде денег. Получает депутат. И что ему ночевать здесь? Он лучше быстренько вернется домой. Чем он заплатит чужой стране за гостиницу. Чем он будет здесь находиться? Например, он берет как можно более дешевый билет. Квартирные ему дают деньги. Он снимает самую дешевую квартиру. Он экономит. Телефон он не будет звонить. Зачем звонить? Зачем тратить деньги? То есть если мы монетизируем льготы, то перестанут звонить без толку. Это засоряет, кажется, эфир. Ездить будет очень редко. Потому что он должен будет платить деньги. Вот ему дали на все пять лет денег, допустим. Он скажет, зачем я поеду? Никуда не поеду. Но это плохо, что... А? Это плохо, что депутаты будут мало ездить. Так нет. Мы это привели... Он приедет в свой округ. В регион. Ну, поехали. А вот поехать просто так куда-то, зачем будет тратить деньги? Какое-то там мероприятие, не знаю, выставка, друзья, приятели. Ну, некоторые ездят каждую неделю. В пятницу с Апсану он уехал в Петербург. В понедельник вернулся. Четыре раза. А норма только один раз. Ну, нормы же нету. Теперь, когда будут деньги, он зачем поедет? Скажет, что же будут тратить деньги? То есть он будет экономить на телефонной связи, на оргтехнике, на, значит, издательская деятельность, поездка по стране, за границу. Все будет минимально. Он научится регулировать свои деньги. Ведь водители сидят, спят весь день. Депутат-то на работе. Ну, вот у меня водитель, он спит весь день. Вот я утром приехал, сейчас я еду домой, к вам заехал по пути. А если будут деньги, что я такси вызвал бы, приехал бы к вам. Представляете, какая экономия? Он спит в машине весь день. Машину обслуживает автобаза, на автобазе бухгалтер, охрана, ремонт, закупка машин, покраска. Огромное количество людей. А он спит весь день. И таких сотни тысяч. В советское время идешь, у каждого месяца спят водители. Привезли начальников, и все. То есть, иногда обвиняют. Вы не знаете, как живет народ. Так вы дали служебные машины. Служебные квартиры. Вы дали вип-зал, вы дали самолет, бизнес-класс. Вы оторвали чиновника, депутата. Вот народа. А если мне вы даете деньги на машину, я на трамвай сяду. Зачем мне нужно? Я на метро сяду. Я действительно увижу, как народ живет. Вы скажете, ну сейчас садись, ну машина будет ехать поверху. Она же будет все равно ехать со мной. Она нужна. Дача. В определенном месте. А я не хочу там. Нет, там. Я лучше... Дайте деньги, которые вы тратите на содержание строительства, охрана, уборщицы, мебель. Сколько людей обслуживают. Я сам на эти деньги сниму дачу там, где мне удобно. Квартиру, если я иногородный. Вот наулофа пальма. Слушайте, дорогая квартира. Стоимостью 500 тысяч долларов, да? Они с нас не берут 500 тысяч, но за нас платят аренду этой квартиры. Дайте за 5 лет аренду квартиры. Мы купим дешевую собственность в Бутово. Это будет собственность наша. Депутат будет рад. У него квартира есть. То есть он будет ездить на общественном транспорте. Он купит квартиру или ближе к месту работы, или там, где дешевле, чтобы она была в собственность. Что впустую деньги его уходят, а он через 5 лет он должен оставаться без всего. Он не будет звонить. То есть он все сэкономит. Это минимум миллиард рублей в год. И самое главное он научится оперировать деньгами. Что же ему делать? Как лучше? А сейчас расходуем как хотим. Никакой нету связи с нашей деятельностью. Никто сейчас сэкономила фракция ЛДПР. Ничего, все в глухую. Общий бюджет. За границу. В пятом созыве наших представителей ЛДПР не включили в половину делегаций. То есть тоже допинг. Давай поезжай тых. В Китай не был. Поезжай. ЛДПР. Черт с ними. Извините, отдайте нам деньги. в Китай приглашают. Я поеду, мы купим билеты Москва-Пекин. Нас приглашают. То есть и Северная Корея приглашает. Я просто сформирую мэр. Мы купим билеты Москва-Пхеньян, Пхеньян-Пекин, Пекин-Москва. Мы побываем сразу и в Северной Корее, и в Китай. И все это я буду регулировать. Все это позволит нам лучше тратить деньги. Но под экономией я имею ввиду, что он не в карман себе положит депутат. А что как в Германии эти деньги должны быть в распоряжении фракций. Вот у меня 56 депутатов. Условно это будет миллион рублей в месяц со всеми монетизацией всех льгот. Транспорт, жилье, все вместе, зарплата, помощники, все вместе. Вот миллион, 56 миллионов в месяц. Вот я и буду тратить. Петров, куда? Ты закреплен за этим регионом? Поедешь. На сколько дней? Мы же это же все нам нужно давать ему, деньги, суточные, гостиницы, все прочее. То есть мы будем руководить этим процессом. И все эти деньги мы будем экономить. 20 процентов. Если у меня 56 миллионов, значит я должен 10 миллионов сэкономить в месяц. Вот. Но я эти деньги брошу на кого? Я найму еще активистов, буду платить за оплату, это рабочие места. Я сниму штаб-квартиры, это аренда, я плачу тому, кто мне дает в аренду. То есть деньги будут из-за сходной более эффективно. для партии это будет возможность для работы с избирателями. Я открою штаб-квартиру рядом с избирателями. Сегодня у нас нету. У нас 2650 районов. У меня больше штаб-квартиры в каждом районе. Я буду платить, там 5 тысяч стоит аренда. То есть я приду к избирателю ближе. Избирателю видят вывеска ЛДБР, депутаты или помощники. Сегодня мне дают допустим по 20 тысяч на штатного помощника 100 тысяч. А я по 5 тысяч буду платить. В провинции ребята вообще безработные сидят. То есть я дам больше рабочих мест. Я деньги брошу в провинцию. Я сам знаю сколько мне издать литературы, с кем заключить договора. А сегодня все ограничено. То есть это советская система. Она порочная. Мы не можем не экономить и мы расходуем бешено. Перерасход всегда. Его скрывают от вас. Всегда перерасход у Госдумы. Особенно транспортные расходы. И все покрывает. Кудрин перевел дополнительные деньги. Все закрыли. То есть неразумное, неэффективное расходование государственных средств. Амонтизация позволит это экономить и более эффективно использовать. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще, а мы продолжим работать. Через год созреете, позовете. Боитесь. Боитесь вы. Вам нужны здесь оранжевые. Мы вас любим. Я вижу вашу любовь. Вы наш герой. Пошли. Да, оранжевый. Никогда. Как его называется. Никогда. Сделайте темно-синий. Черный цвет травмы уберите. Это традиция? Традиции плохие бывают. У нас столько хороших. Портреты менять давайте. Нет, что за портреты? Чей? Это Максим Галчин. Зачем это? А это гости. Гости. Кто? 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 Кто?